Приветствую на канале Коллекционер Цветов. В этом видео вы увидите, из-за чего может желтеть колотея мозаичная нетверк. Я пересажу растение методом перевалки и покажу, как это отразилось на самочувствии колотеи через 4 месяца. Выращиваю я этот сорт уже третий год из маленькой детки в два листа. Естественно, я ее уже несколько раз пересаживала. Сейчас она в горшке 13 сантиметров диаметр. Во время ее третьей зимовки начали сильно желтеть листья. До этого растение ничем не болело, всегда только зеленело и росло. Несмотря на зимнее время, в середину февраля я приступаю к срочной пересадке колотеи. Я попыталась вытянуть корни из горшка, но у меня не получилось. Пришлось разрезать горшок. Посмотрите, что тут творится, где же почва. Колотеи я просто съела. Горшок возьму на 7 сантиметров больше предыдущего, чтобы была возможность добавить хороший слой питательной почвы. На дно горшка я добавила легенький дренаж, так как горшок большой, пусть вода стекает и почва на дне не закисает, а проветривается. В основном я покупаю питательную компостную землю для выращивания декоративных растений, немного разрыхляя ее перлитом. Называется она био или компостная земля, потому что в ней нет торфа. Делают ее путем компостирования растительных остатков. Не иссушают при этом болота, не уничтожают животных и насекомых, которые там живут. Настала весна, уже в марте было видно, что колотея благодарна, выпустив лесок из новых листиков. А в апреле она зацвела. Конечно, цветы не очень эффектные, но все же это показатель, что растение довольное жизнью. Ему хватает сил на цветение. Когда колотеи израстаются, их центр склонен лысеть. Но я заметила, что даже в центре горшка появились новые листики. Я вздохнула с облегчением. С момента пересадки прошло 4 месяца и в июне это пышная шапка крупных танцующих листьев. Растение пышет здоровьем. Опускает и поднимает листики, так же как и маранта молитвенный цветок. О марантах есть отдельное видео на канале. Смотрите танец трех сортовых марант по ссылке в конце этого видео. Вот такой пышный куст получился за 4 месяца после пересадки. В июне он продолжает расти. Появляются новые листочки. Новые листья растут крупнее предыдущих. Никакой желтизны. Растение я еще не удобряла. Начну подкормки в июле. Продолжу до сентября. Вот уже даже показались корешки. В этом декоративном кашпо скапливается вода на дне. Они оттуда ее пьют. Поливаю я ее редко, так как большой корневой кон долго сохраняет влагу. Именно этот сорт ничем не болел за 3 года. Это третье лето для этого растения. Эту колотею white fusion мне уже пришлось опрыскивать от паутиного клещика, который спрятался под листьями. Колотея network не болеет. Могут они стоять рядом. При этом это два совершенно разных по здоровью и характеру растения. Я очень довольна колотеей именно этого сорта. За 3 года выращивания я ни разу не пожалела о ее приобретении. И готова назвать ее основные плюсы. Колотея network подходит для выращивания в метре от окна. Очень благодарное растение с уникальным сетчатым окрасом листьев. Листья очень плотные, глянцевые и сложно повредить. Они не сохнут и не сорят. Растение не ядовито, безопасно для животных и человека. Это шикарный вечно зеленый куст, которому не нужно прямое солнце. Вопрыскивание листьев не нуждается. Когда все растения, в том числе и другие сорта колотей, в доме зимой болеют и чахнут от тли и клещика, колотея network стойко переносит зимовку, растет быстро. Пересадка молодого растения желательно каждый год. Следующей весной мне придется разделить этот куст на деленки, так как увеличивать горшок я не хочу. Но об этом в следующий раз. Надеюсь, вам чем-то пригодится это видео и вы подарите лайк моей колотее. Подпишитесь на канал, если еще не со мной. Буду рада вам в следующих видео. Всем прекрасного лета, удачи и процветания! Субтитры подогнал «Симон»!